Привет, друзья! Я в теплице, у меня здесь 12 градусов. Ну, конечно, маловато сегодня на улице, прохладно. Но ничего, хризантемы мои растут. Занесла сюда все гортензии. Очень переживаю за гортензию в маленьких стаканчиках. Вот жду, отойдут или нет. Те, которые в горшочках побольше, видно, что уже вот они дают листики. Клематисы тоже самое. Клематисы были у меня закопаны в пленочной теплице. Ну, корни хорошие, в принципе, не должны они пропасть. Жду, когда отойдут. Позаносила я маленькие бругманси новые. Гибискусы у меня в этих были закопаны в горшках. Тоже позаносила. Ну, вот теперь только время. Время и благоприятные условия. Ну, вот сегодня, получается у нас 25 февраля. Вчера посеяли огурцы в стаканчике. Огурцы будут вот в этой теплице у нас находиться. Посеяли мы сорт мамлюк и кураж. Вот я и хотела сегодня рассказать, какие в этом году мы сеем огурцы. Вот мамлюк и кураж, это очень урожайные сорта. Кураж вообще бесподобный. Мы его уже несколько лет сажаем. Огурец небольшой. Он большой не вырастает. Когда вот он входит уже в свою зрелость. Он растет не в длинь, как помните, раньше у нас были огурцы наши вот бабушкины, наши в молодости, да? Если забыл на грядке, он вот такой вот вырастет. Только он курочкам или свиночкам. А кураж, он не растет в длинь. Он как-то вот вширь, как бочоночек начинается. Но кураж, он как-то больше даже идет засолочный. И очень урожайный. Мне очень нравится этот огурец. Вот после того, как мы первый год посадили, уже сажаем каждый год несколько лет. Мамлюк, он по внешне, не могу я вам показать упаковки, потому что посеяли и не нашла я куда-то муж делал упаковки эти вот пустые. Не нашла. А посеять, посеяли. Ну вот что я хочу сказать. Еще огурец, который мы будем... Мы сначала будем сажать одну сторону теплицы, потому что на вторую сторону некуда будет. Вот сделали полку. Здесь будет сейчас стоять черенки. Здесь будут сейчас спекироваться семена цветов, которые вот у меня уже подросли и которые вот сейчас надо сеять. Вот приду, вот не знаю, сегодня получится, нет, а завтра надо сеять здесь в теплице семена. Поэтому посеяли немножко. И еще в той теплице я посажу огурцы. И вот этот вот ряд, это будет чуть попозже. Здесь мы еще будем сеять огурец директор. Вот такой вот, видите, он получается пучковой, по 2-3 зеленца на одном растении. Так, это гибрид. Также он и для первого весеннего выращивания, и для второго. Вот мы второй урожай сажаем уже путем проб и ошибок. Надо полностью вырывать, даже если они... Если вы хотите посадить второй урожай летом, да, то вот этот первый, даже если на них есть огурцы, надо без жалости вырвать все, полностью все, обработать теплицу. И до 12 июля посадить второй урожай, вторые эти саженцы огурца. Уже вот, ну, путем проб и ошибок. Если мы сажали позже, потому что у нас была такая теплица была занята, и мы посадили их позже. И к 12 июля у нас уже росла новая рассада, но эти огурцы еще плодоносили очень хорошо. Ну и наша жаба сказала, ой, жалко, жалко, мы подождем еще попозже. Мы попозже посадили, ну и то, что мы хотели, мы не взяли. Они как бы уже начались холода, начались вот эти всякие болезни всякие, мошки там, ну, в общем, все подряд. А если в срок посадить, то второй урожай будет очень хороший. Он начнется вовремя, но начнется где-то уже к сентябрю, уже начнется второй урожай огурчиков, хороший, массовый. Потом еще мы сделали так, ну ладно, думаем, этот еще хорошо плодоносит, а еще кто-то моему мужу сказал, я стараюсь не навязывать свое мнение, потому что вот человек попробовал, увидел, что это фигня, и на следующий год мне мозги колупать не будет. Кто-то ему сказал, что надо, что они якобы не вырывают полностью эти вот плети, да, оставляют, допустим, метр, это все вверх убирают. И они оттуда идут новые ростки, завязывают огурцы, ради бога, пробуем. Ну что, от вот этого старого огурца, здесь у нас были новые, здесь были старые, толком ничего не наросло, только пошли болезни. Вот стоит оставить хоть один старый куст, тут же моментально не справишься ни с чем. Хоть ты тут заливай ее гербицидами, а вот то клещ, то ржа, то еще что. Поэтому вот такой мой вывод, перед 12 июля полностью выдрать все огурцы, обработать теплицу от вредителей и посадить новые, и тогда уже будет толк. Но то же самое я заметила, что второму урожаю требуется больше подкормок, потому что все равно, как говорится, каждому овощу свой фрукт, да, свой срок. Так, поэтому больше требуется подкормок, но это ничего, зато потом урожай до самых морозов. Да, это вот то, что я хотела сказать, что вот этот огурчик, он подходит и для первого, и для второго урожая. Это директор гибрид, очень хороший, он тоже у нас испытанный, мы его сажаем 3 года. Я искала огурец Седрик. Вот муж купил, думал, что это тот, который я ищу. Но, кстати, Седрик я находила у себя только в магазине, в одном магазине, и то наштучно, не могла нигде найти. Но вот Седрик, он везде, он тоже гибрид, тоже урожайный, но не такой, как Седрик, Седрик лучше. А вот это купили, перепутали. Вот, ну вот у одного мужчины мы купили, покупали, искали вот этот Седрик, да, он и говорит, возьмите директор. Он тоже самое, он ничем не отличается от Седрика. Мы купили, потом я еще купила Седрика, и у нас там еще была старенькая теплица, первый год это мы вот директор сажали. Мы посадили так, одну сторону директор, другую сторону полностью Седрик. Говорю, ну сравним, раз он сказал, что они одинаковые, сравним. Совершенно одинаковые, и по внешнему виду, и по вкусовым качествам, и по урожайности. Так что, если не нашли Седрика, потому что вот я, например, да, мне было трудно его найти, можно покупать директор. То же самое, прекрасный огурец. Я вообще, последние два года, очень мне понравились пучковые. Именно пучковые, когда написано, когда их с одной, с одного места несколько огурчиков. Вот, получается, мы что, мы посадили мамлюк, мы посадили кураж, это уже испытанные, очень хорошие сорта. Теперь еще будем сажать директор, будем сажать амур. Амур для нас это новый сорт, ну то же самое, мужу кто-то сказал, что это очень-очень хороший огурец. Мы его не сажали, попробуем. Средний ранний написано. Так. Устойчив ко всему подряд, прямо их, мучнистая растения, но это все фигня. Я на это не обращаю внимания, потому что практически нету растений устойчивых к болезням. Да еще у наших вот, когда то сыро, то холодно, то жара такая. Вот. В общем, амур сажаем. Вот, вы знаете, читаю, но все вот практически одно и то же, как под копирку. Ну, кстати-то и семена одного фирмы, одной фирмы Аграуспех. Я покупала партнер. Седрик я покупала фирмы партнер. Мне понравилось тоже это. Дороговато, правда, но понравилось. Ну, герман вам всем известен, агурец. Это гибрид, он давний уже сорт. Герман, маринда мы покупали, это еще сеяли мы. Представили горохи вот эти вот сорта. Ну, вот лежит он у нас, купили. Раннеспелый. Наверное, будем тоже его сажать. И вот, как я уже как-то вам в каком-то видео говорила, что вот гунар гибрид, это нам посоветовала продавщица с нашего поселка. Попробуем. Говорит прям, ой, супер-пупер-пупер. Ну, посмотрим. А все огурцы у меня будут здесь, в этой теплице. И первый урожай, и второй. Пленочную теплицу я в этом году оставляю полностью под черенки, под цветы, потому что черенки все лето таскала, вот черенковала, да, под баночками. То там, то там, то там, по всему двору. А сейчас решила я полностью эту теплицу ставить под черенкование. Но торцовая часть теплицы, ну, вот захотелось мне. Купила я огурец белый, белоснежка гибрид. Хочу попробовать. Что это там будет, как? Помните раньше, когда были огурцы еще, ну, про гибриды мы не знали, да, мы собирали свои семена, покупали у бабушек. И вот было такое, что если огурец с белым носиком, то он в купорке будет мягкий и взрываться. Белогубка все называли. Ну, а это полностью уж белый, белоснежка называется. Вот попробую посею, там вот посажу рассаду. И когда начнут они спеть, я вам, конечно же, покажу, что это такое. Вот так вот пришло время сеять огурцы. Посеяли, получается, 24-го мы их посеяли. Сеем мы, сейчас вот покажу. Сеем мы огурцы вот в такие стаканы пленочные. Вот так насыпаю грунт и сею. Это все остается пустой стакан. По мере нарастания стебля я досыпаю землю. И так вот до самого верха. И получается, что корневая система у этого огурца развивается полностью. Если я вот полный стакан насыплю, да, земли и посажу, ну, что, ну, будет корень вот здесь на поверхности. То есть стебель будет расти. Огурец будет падать. А так он по мере роста, подсыпаю землю, он дает корешочки. И получается хорошая корневая система. Так мы уже тоже несколько лет сеем вот так вот таким способом. И очень нравится. Вот это то, что я хотела сказать по время посадки. У меня время посадки огурцов. Вот так вот. Вот сделали мне полочку. Здесь сделал муж, попросила я сделать ему второй ряд. Маленькая полочка. Здесь я, надо уже принести сюда, у меня в горшке дихондра. Ее надо рассаживать, чтобы она могла плестись, чтобы свисали эти плети, чтобы не мешало никаким цветам. Вот эту полочку мне для дихондры сделал. Ну и у меня там еще, не знаю, остались живыми гераньями я особо не занимаюсь в этом году. Но несколько ампельных осталось. Их тоже надо рассаживать, тоже надо ставить так, чтобы они никому не мешали. И традисканцы. Традисканцы у меня где-то вида 4-5. Комнатными цветами я уже перестаю заниматься. Нету места, нету времени. А вот уличные скоро уже вот начнем черенковать. Мои любимочки, мои хризантемочки растут. Им очень тут нравится, когда тепло стало, когда вылезли из земли. Ну вот, так мы и живем. А теперь пойду варить борщ.